И уже в этот вторник во время взрывов на складе российских оккупантов во временно оккупированном Крыму выгорело до 15 тысяч тонн боеприпасов. Этого хватило бы на неделю-полторы обстрелов юга Украины, убеждены военные эксперты. Нашли ли агрессоры виновного в уничтожении Большого Арсенала, где еще накануне пылало в Крыму, в нашем сюжете? Детонация боеприпасов на складе военного назначения под Жанкоем прекратилась. Такое сообщение утром в 10.17 опубликовали российские пропагандистские СМИ. Детонация боеприпасов во временно оккупированном Крыму длилась больше суток. На неделю, а то и полторы российские войска в районе Херцона, Мелитополя, Бердянска останутся без подпитки, без резервов, БК, довольно-таки мощного. Детонировать начало в районе Майского и Азовского. Это два села в Джанкойском районе Крыма. Расстояние между которыми всего километр, рассказывает Рифат Чубаров, глава Межлиса Крымско-Татарского народа. Возле Майского есть старые заброшенные фермы. Там когда-то был животноводческий комплекс. И вот там, в лесу, россияне-оккупанты создали большой склад боеприпасов. Военный эксперт Роман Светан говорит, это не просто склад боеприпасов. Джанкой – серьезный железнодорожный узел российских военных, боекомплекты из которого ехали аж на три направления. Через Джанкой на Армянск и дальше на Херсон, на северо-восток, через Чангар на Мелитополь и на юго-запад на Симферополь и Севастополь. Светан говорит, по его оценке, в Хабе было от 10 до 15 тысяч тонн боеприпасов. Из-за взрывов оккупантам пришлось эвакуировать несколько тысяч человек в радиусе 5 километров. Они сообщили о двух пострадавших. От взрывов на складе загорелась электрическая подстанция, поврежден железнодорожный узел. Вот как события в Крыму прокомментировал руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак. Операция демилитаризация в ювелирном стиле ВСУ продолжится до полной деоккупации украинских территорий. Наши воины – лучшие спонсоры хорошего настроения. Крым – это Украина. Ответственности за эти события ВСУ на себя, к слову, не взяли. В России же джанкойские хлопки, как их уже успели назвать в соцсетях украинцы, признают диверсией. Минобороны России про джанкой. Утром 16 августа в результате диверсии пострадал склад военного назначения в районе населенного пункта Джанкой. Не успели оправиться от событий на складе боеприпасов. Начались взрывы на территории военной авиабазы в том же Крыму, но уже в Гвардейском. Это возле Симферополя. По информации источника «Коммерсант», военные ведомства и правоохранительные органы проверяют версию с атакой малым беспилотным летательным аппаратом на склад боеприпасов. Христо Грозев, глава Беллинкета, это сообщество журналистов-расследователей, сообщил, что там было 24 самолета военно-морского флота России. Рифат Чубаров рассказывает, последние события в Крыму очень испугали российских оккупантов. Есть обыски в домах людей, есть призывы среди таких откровенных российских пропагандистов, чтобы проверяли всех крымских татар украинцам. Это правда, они призывают местные оккупационные власти. Тем временем россияне с временно оккупированного полуострова массово уезжают. Пропагандистские СМИ пишут о рекордных очередях на Крымском мосту. Наталья Яныча и специально для «Марафона Фридом» на телеканале Юэй.